Всем привет дорогие друзья! Сегодня у меня такая маленькая будет зарисовочка на тему IT-будни. Не совсем о компьютерах, а немножко о фотокамерах. Решил поискать тут себе новый фотик, возможно там с вариантом записи 4К. И наткнулся на статью про размер матрицы фотокамеры. И в статье мне встретилась очень интересная табличка, в которой показывается размер в дюймах. Соответственно ширина и высота в миллиметрах и диагональ в миллиметрах. Вот эти характеристики ширина и высота, они встречаются очень часто в описаниях фотоаппаратов. Площадь матрицы встречается реже, а диагональ в миллиметрах еще реже. И мне как-то никогда в голову не приходило вот этот кусочек высоту на ширину просто по формуле посчитать и посмотреть сколько же там будет диагонали. Я привык на вот этот вот дюймаш ориентироваться, который в левой колоночке. Ну например вот дюймовая матрица. Дюймовая диагональ матрицы. По идее, как я считал раньше, да, это должно быть 2,5 сантиметра. Ну стандартный дюйм, он 2,5 сантиметра у нас. А оказывается, что нет. Диагональ-то у нас 16 миллиметров, а совсем не 25 миллиметров, как должно быть. Если она 2,5 сантиметра, это нормальный дюйм. То есть получается, что все характеристики во всей фототехнике опираются на совершенно другие стандарты по измерению размера, нежели мы привыкли считать. То есть по идее это же обозначение дюйма, да, две эти две фишечки сверху. Оказалось, что нет. Оказалось, что все совершенно иначе. Оказывается, что была когда-то такая веселая штука под названием Vidicon. Сейчас покажу вам его отдельно в Википедии. Или вот так вот. Такая трубочка, которая в первых видеокамерах устанавливалась и, собственно, принимала изображение. И реальный размер изображения, вот здесь он, достаточно маленький. А дюймы как раз мы считаем относительно вот этого диаметра этой трубочки. То есть получается, что все вот эти обозначения в дюймах на всех фотоаппаратах, то есть, например, вот мы открываем, да, фотик, Соньку, мотаем вниз, смотрим, у нас размер матрицы. Один делить на 2,3 дюйма. Дюймы эти липовые, ненастоящие, к настоящим дюймам отношения не имеют. Они отношения имеют только к... даже не знаю, к чему получается. То есть мы, посчитав вот этот размер, сейчас я скалькулирую быстренько. То есть мы берем 1, делить на 2,3, получаем 0,43 и 44 дюйма. Умножаем на 2,5 сантиметра. Сколько у нас в одном дюйме содержится? И получаем 1 сантиметр. Только вот этот 1 сантиметр у нас это не размер матрицы самой по диагонали, а у нас размер вот этой вот трубочки в виде икона, которая раньше использовалась в видеокамерах, и сейчас от ее размера отталкиваются в написании характеристик, что вообще достаточно странно. И получается, что физический-то размер совсем даже другой. То есть где у нас тут есть единица на 2,3? Не вижу, не вижу такого размера. Ну ладно, в принципе это несущественно. И получается, что мы еще вот эту штуку должны разделить на 3 и умножить на 2, чтобы получить реальный размер. То есть это мы получили в сантиметрах. Мы это теперь делим на 3, умножаем на 2, и получаем, что у нас матрица в диагонали не сантиметр у этого фотика, у Соньки. А матрица получается реально у нас 0, ну короче, меньше сантиметра. То есть у нас выходит, что 7,2 миллиметра всего лишь матрица в диагонали. Вот такое большое, уж не знаю, как назвать, обманулого что ли. Так что для меня удивительно, что до сих пор вся цифровая индустрия отталкивается от такой устаревшей древности, как ведикон, вот эта вот трубочка, да, ее диаметр. И мы видим вот эти характеристики все, которые показывают вот этот диаметр, а не вот этот размер матрицы. Получается, что размер матрицы нужно всегда смотреть в миллиметрах и самому высчитывать диагональ, чтобы ее можно... Или там рисовать на листочке, чтобы вообще понимать размерность, реальный размер сенсора. С другой стороны, в жизни он как бы нам не сильно где-то применяется, но по крайней мере соотношение размеров примерно понимает, насколько там полноформатный сенсор отличается от APS-C, например, или от дюймового сенсора, когда эти характеристики заявляют в пресс-релизах, в обзорах вот эти вот циферки пишут в виде одного дюйма. А реальный размер в диагонали не пишут, и миллиметры очень часто не пишут, а просто оперируют дюймами. Вот такой маленький ликбезик. Ссылочки на одну статью и на Википедию я тогда под видео положу. Надеюсь, что-то было вам интересное. Всем спасибо, пока, до новых встреч.